Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Приглашаю всех своих зрителей, студентов, слушателей, клиентов в этот четверг, 23 июля в 20.00 на прямую трансляцию моей трехчасовой лекции, это называется вебинар, который будет посвящен двум важным темам, о которых я сейчас расскажу. Прежде всего для тех, кто никогда не присутствовал на вебинаре, вебинар это онлайн-трансляция, вы можете быть из любой точки мира, и не обязательно прилетать в Москву для этого, вам достаточно компьютера, интернета, вы оплачиваете регистрацию через мой сайт Безневроза ТВ, вам в день вебинара за час приходит ссылка, по которой вы переходите, пишете своими и участвуете в трансляции. Все очень просто. Вас видно не будет, будет видно только меня, поэтому вебинар практически анонимен, вы можете задавать вопросы письменно в чате, на которые я, конечно же, буду отвечать. Значит, 23 числа в 20.00, я вас всех жду, будет заявлено две мегатемы. Темы не просто важные, они безумно актуальны в практической части терапии неврозов, потому что можно много говорить о панических атаках, можно много говорить о вегетососудистой дистонии, можно много говорить об горофобии, и, к сожалению, уровень интеллекта и образования населения, да и подчас психотерапевты, к сожалению, считают, что работа с панической атакой, с агорофобией является достаточной. И они пестуют радость клиентов о том, что вот я понял, что такое панические атаки, я научился их провоцировать, я научился их усиливать, они, оказывается, от этого не возникают, я переборол свой страх, передвигаясь по своей местности, я понял, что я не умру, что это были ошибки, и вот теперь, значит, жизнь налажена. Но я уже говорил в предыдущих своих видеолекциях, и на самом деле говорю об этом постоянно, и сталкиваюсь с этим. Кстати, вот пример такой, вот я провожу в среду и в пятницу очное консультирование в центре, да, в Москве. Вы не поверите, еще не пришло ни одного клиента, который пришел бы с конкретной жалобой, «Здравствуйте, у меня какие-то приступы, у меня что-то с сердцем». То есть все приходят уже ко мне, просмотрев все видеолекции, проработав так или иначе с кем-то или еще как-то, поняв, что такое панические атаки, научившись их не бояться, или как минимум передвигаться по городу. Но есть совершенно другая проблема, потому что напряжение вегетативное не заканчивается, проблемы определенные фобические не заканчиваются, проблемы навязчивости не заканчиваются, несмотря на то, что у человека нет панических атак, и он передвигаться стал. К сожалению, некоторые коллеги пестуют в эту радость, эйфорию от панических атак, от кардиофобии или от агорафобии, и клиенты на радостях как-то вот недооценивают, что такое неврозы. Поэтому панические атаки и страхи, которые следуют за паническими атаками, это лишь маленькие последствия той проблемы, которая называется невроз. Потому что сама паническая атака и сама агорафобия неврозом не называются. Это лишь проявление неврозов, проявление испуга, проявление неправильного знания, проявление неправильных рефлексорных фиксаций, проявление неправильного поведения. А сама по себе проблема, вызывающая напряжение внутри тела, или формирующие обсессии, или формирующие компульсии, навязчивые мысли, ритуалы, или формирующие определенное смещение внимания в разные фобии, то у меня это, то у меня это, то у меня это. Вот эта проблема и называется неврозом. Поэтому при ипохондрическом расстройстве, при паническом расстройстве, терапия панических атак, агорафобии, она не является фундаментально терапевтичной. Она является краткосрочной, на которой этап клиент может прибыть в такой краткой эйфории. У меня сколько людей, которые посмотрели ролики, которые посмотрели DVD-материалы, вебинары, стали передвигаться самостоятельно, у них нет панических атак, но они пишут мне какие-то письма с благодарностью. Я говорю, стойте, ребята, это не все. И действительно проходит 2-3 месяца, и человек опять пишет, что у него есть напряжение, что у них есть какие-то проблемы, что-то как-то панических атак нет, агорафобии нет, ВСД. Я понял, что это такое, но в целом мне не лучше. Лучше, но как-то все не так. Вот об этом будем говорить. Итак, ребятки, первая тема, которая будет в четверг 20.00, уже в этот четверг, торопитесь, пожалуйста, это профилактика воспитания невротиков. То есть, почему же мы в детстве и каким образом формируем свое мышление и формируем свои убеждения таким образом, что потом соседка у вас из более худшей семьи как-то не жалуется на эти проблемы, а у вас вроде как было типа все нормально, и вы жаловаться стали. Каким образом поведение родителей формирует невротическую психику? Каким образом ребенок формирует тактики и стратегии? Каким образом потом формируются вегетативные дисфункции, паники, фобии, невротические проявления? Как воспитывать детей, чтобы не создать сильных невротических проблем? Потому что мы знаем фразу фундаментального психотерапевта всех времен и народов достаточно хорошие родители, достаточно хорошая мать. Но здесь нужно понимать, что нельзя быть идеальными родителями, нельзя идеально воспитывать ребенка. Можно максимально сгладить острые углы. То есть, чем больше ошибок родителей, тем травматичнее невротик получается. Соответственно, я буду учить вас сглаживать самые острые, понятно, углы воспитания детей. Не то, чтобы вы будете идеальными, не то, чтобы у вас будут дети все здоровые и так далее. Это невозможно. Я помогу вам сгладить самые яркие проблемы, которые приводят к серьезным невротическим нарушениям. Это понятно? Окей. И вторая самая главная тема, которую мы будем с вами обсуждать в этот четверг, это профилактика ссор в паре, профилактика и решение проблемы в паре, потому что зачастую очень много приходит клиенток или клиентов, у которых суть невротического конфликта, если рассматривать эту концепцию, или суть невротических проблем является недосказанность и нерешенность вопросов в семейной или личной жизни. Вот как разговаривать со своими вторыми половинками, как обсуждать, как понимать, я приведу много примеров, как это происходит, да, именно в семейных отношениях. Как разговаривать, если вы только начали жить вместе, как уберечь себя от истирания, так скажем, психологического и сексуального, как лучше выстроить поведение девочки и мальчику в паре, психоаналитически посмотрим, как это выглядит. В общем, две важные темы, они не просто философские, они очень практические, потому что они взяты из моего кабинета, где я постоянно вижу, как люди от недосказанности, и от стеснения, от каких-то обид, от замалчивания, от проглатывания, не могут решить внутренние проблемы в семье, из-за этого напряжение только нарастает и усиливается. Соответственно, 23 июля в 20.00, в четверг, я вас жду на онлайн-трансляцию, пожалуйста, приходите, ссылка есть на форму оплаты, участие за 3 часа стоит 950 рублей. Для тех, кто не живет в Москве, хочу вам сказать, что те две темы, которые я буду вам рассказывать, и тот практический момент, который вы получите за 3 часа, ну, собственно говоря, стоит в несколько десятков раз дороже, потому что вы этот же объем материала получите на индивидуальном или семейном консультировании за гораздо большие деньги. Поэтому приходите, не пожалеете эти 950 рублей, и я уверен, что если у вас нет детей, вы получите массу понимания на будущее. Если вы только вступаете в отношения с вашим партнером, вы получите массу информации для профилактики. Если у вас уже есть проблемы с детьми или с партнером, вы получите инструментарии, которые помогут вам решить эту проблему. Поэтому в четверг, 23 июля, в 20.00, начало трансляции, оплачиваем мы ее до четверга. Поэтому у вас осталось 3 дня на это. Увидимся. Ваш Алексей Красиков. До встречи. Пока. Ну, а всех новостях меня и портала я вам расскажу в четверг онлайн. Удачи. Пока.